Здравствуйте! В эфире информационный выпуск на канале ЛДПР ТВ в студии Вера Ионкина и о главных событиях к этому часу. Бывший советник американского экс-президента Барака Обамы по национальной безопасности Сьюзен Райс обвинила Москву в причастности к организации массовых беспорядков США. Ее заявление не осталось незамеченным. В ЛДПР его назвали фантомными болями бывшего советника Обамы. Во фракции отметили, что Вашингтон вновь пытается использовать фактор внешнего очага для переключения внимания населения от собственных проблем. Ситуация с расовой дискриминацией имеет довольно глубокие корни в американском обществе. Давно предпринимаются попытки искоренить все эти насильственные действия в отношении афроамериканцев со стороны полиции. Но, к сожалению, до конца решить эту проблему не удается. И каждый такой случай вызывает массовые беспорядки в Америке. Это не первый раз происходит. Они, к сожалению, происходят довольно регулярно. И попытки обвинить в этом Россию совершенно беспочвенно, на самом деле. Поскольку здесь корни именно в проблемах американского общества, которые уходят еще во времена американской колониальной политики и массового завоза рабов из Африки, которые тогда еще были лишены прав и свобод, которые имели полноценные граждане Америки. И до сих пор эта проблема до конца не решена. Поэтому здесь нужно американцам больше смотреть на собственные права человека, которые нарушаются у них в собственной стране, и меньше указывать другим государствам на подобного рода нарушения. И тем более меньше использовать это как повод для смены режимов и цветных революций. Что касается роли России, я уже говорил, что это совершенно беспочвенное обвинение. Нам нет никакого резона вмешиваться в американские внутренние дела. Америка характерна тем, что там штаты очень самостоятельные. И по сути это государство в государстве. В общем-то, если и случится какая-то потасовка, революция, то она навряд ли выйдет за рамки штата. Поэтому в этом смысле система государственного устройства Америки очень устойчива. Весь мир живет на российские деньги, заявил Владимир Жириновский. По мнению политиков, всемирная революция, о которой мечтали большевики, наконец-то докатилась до США. В Китае в скором времени грянет своя перестройка. Что ожидают другие страны, прогноз председателя ЛДПР вы увидите сейчас. Пусть рушится Америка, пусть рушится Евросоюз, и Китай, и Индия. Они все эти великие империи, азиатские, европейские, американские. Все это на деньгах наших. Это наши деньги. И Америка грабила нас почти 100 лет. И Китай ему помогали почти 70 лет. И Индии помогаем. И везде наши люди там находятся. Наши деньги. Золотой запас, где находятся? В Японии, в Праге, в Лондоне. Они живут весь мир на деньги России. Русские крестьян, русские офицеры после гражданской. Таксистами работали. И, так сказать, официантами во Франции. Что натворили большевики? Это продолжается та великая революция, о которой мечтали большевики. Всемирная. Она дошла до Америки. По Европе она прошлась. Арабская весна прошлась. Гонконг горит и будет гореть. Тайвань заполыхает. И в Китай придет свой Горбачев. Обязательно перестройка. Обязательно слом страны. Индия восстание. Война с Пакистаном. Применение ядерного оружия. Ближний Восток будет полыхать. Весь мир. Это та самая всемирная революция, которую подожгли. Подожгли большевики. А у нас тишина. Наша задача сохранить тишину. Тишина у нас должна быть. Оружие будем всем продавать. Любые ресурсы всех. Но дорого. Чтобы нам заработать. Наши люди пускай едут изучают. Почему китайские коммунисты не помогут в этой революции против Трампа? Где Чайна Таун? Их 5 миллионов китайцев проживают. Где наши коммунисты, Сюганов, почему не пошлют туда какие-то рекомендации? Это же вот та самая революция, о которой мечтал Ленин. Пусть они едут туда. Помогают-то. К другим новостям. Пандемия коронавируса вызвала настоящий бум интернет-мошенничеств в России. Так, за неделю почти 40 жителей Брянской области подарили неизвестным аферистам более 4 миллионов рублей. Больше всего россияне страдают, заказывая доставку через фейковые сайты популярных сервисов. Эксперты проанализировали более 2000 новых сайтов и 1800 из них признаны потенциально опасными. На сегодняшний день, конечно, статья 1473 Гражданского кодекса Российской Федерации запрещает использование наименования, сокращенное либо полное использование наименования юридических лиц, в том числе о вот этих как раз названий органов госвласти, органов местного самоуправления. Но в отношении именно интернет-ресурсов такого запрета на сегодняшний день нет, чем с успехом пользуются мошенники, которые, к сожалению, также идут в ногу со временем, также используют все наши современные технологии, в том числе для обмана наших граждан. Это признает и прокуратура Российской Федерации, это, к сожалению, есть факт. Тем более, многие граждане сегодня в условиях пандемии разыскивают какие-то льготы, какие-то преференции на сайтах органов госвласти, которые были когда-то где-то озвучены в СМИ, и попадают в паутину обмана, к сожалению, для них теряя деньги, теряя какие-то еще ресурсы. Поэтому партия ЛДПР, она выступает всегда в защиту наших граждан. Уже на протяжении более 30 лет мы занимаемся этой деятельностью под руководством Владимира Вольфовича Жириновского и продолжаем заниматься и в этот сложный период эпидемией коронавируса. Именно поэтому мной был направлен запрос на имя министра цифрового развития с просьбой рассмотреть вариант запрета использования наименования интернет-ресурсов, интернет-страниц подобного рода названий. Мы считаем, что это защитит права наших граждан и предотвратит возможные случаи мошенничества. В Владимирской области стартовал первый этап снятия ограничений, введенных в связи с распространением коронавируса. В частности, в регионе открылись непродовольственные магазины. Также Роспотребнадзор разрешил совместные прогулки и занятия физкультурой и спортом на открытом воздухе. Подробнее губернатор Владимирской области Владимир Сипягин. Сегодня мной подписан указ о переходе к первому этапу снятия ограничений, связанных с эпидемией новой коронавирусной инфекции. Он подготовлен с соблюдением рекомендаций главного санитарного врача Владимирской области. У нас в регионе откроется часть магазинов, торгующих непродовольственными товарами. Разрешено работать тем из них, у которых есть отдельный вход с улицы и площадь торгового зала не превышает 400 квадратных метров, и есть возможность обеспечить одновременное пребывание на 4 квадратных метрах зала не более одного человека. Также разрешаются совместные прогулки и занятия спортом на улице не более двух человек при условии соблюдения социальной дистанции в полтора метра. Дорогие земляки, спасибо вам за проявленное терпение и заботу друг о друге. Благодаря вашей ответственной гражданской позиции и грамотной стратегии государства, нам с вами вместе удалось блокировать распространение опасной инфекции. В наших силах сделать так, чтобы заболеваемость COVID-19 во Владимирской области уверенно пошла на спад. Тогда мы совсем скоро сможем перейти ко второму и третьему этапу снятия ограничений. Ничего нового вам для этого делать не нужно. Все меры безопасности уже привычны. Это усиленные санитарные и эпидемиологические меры на производстве и в быту. Самоизоляция для людей старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями. Масочный режим в общественных местах. Работа в удаленной форме для всех, для кого это возможно. Прошу вас держаться установленного курса. Все мы хотим вернуться к доэпидемическому ритму жизни. Без откатов к строгим ограничениям. Повести детей в школу и детский сад. Возобновить активную культурную и спортивную жизнь. Путешествия и экскурсии. Для достижения нашей с вами цели это единственно возможный и правильный путь. Пандемия коронавируса внесла сумятицу в международное отношение крупных держав и породила массу легенд и домыслов, считает депутат ЛДПР Антон Морозов. Речь об обвинениях Вашингтона в адрес Пекина. По мнению парламентария, пробительствам стран необходимо исключить диктаторские ноты из риторики и решать проблемы путем переговоров. Есть определенные конспирологические теории о том, что это специально задуманная пандемия. И якобы есть люди, которые хотят перезагрузки международных отношений, перераспределения экономических, финансовых интересов и так далее. Может быть обнуление долгов каких-то. Те же США, возможно, захотят обнулить свои долги. И, безусловно, ситуация опасная. Может ситуация с коронавирусом, с пандемией коронавируса, может спровоцировать определенные локальные войны. Будем надеяться, что большой войны не будет. Но, тем не менее, международное сообщество должно найти себе силы все-таки решать все те проблемы, которые обостряются на фоне пандемии путем переговоров. Исключать насилие, принуждение и какого-то диктата со стороны больших государств в отношении малых. Нужно выстраивать взаимно уважительный диалог, выслушивать все государства, группы государств, учитывать их национальные интересы. И только в этом случае мы сможем построить благополучное будущее для всех. У меня к этому часу все новости. Напоминаю, что наш канал вы также можете смотреть в режиме онлайн в Ютубе. Берегите себя, будьте здоровы, всего доброго, до свидания. Продолжение следует...